Таинство Церкви Таинство Церкви, они нам дают такую поддержку и укрепление, что мы этого не можем найти на земле. Это именно вот как частица неба на земле, Таинство Церкви. И в наших храмах получается, что мы именно соприкасаемся с небом. И чем чаще мы будем приступать к Таинствам Церкви, тем чаще мы свое собственное сердце будем открывать навстречу небесам. Когда с чистым сердцем принимаешь церковные Таинства, то все сразу меняется. И прощаешь недругов, любишь всех, кто рядом, и невзгоды, они теряют свою остроту. И молитвы становятся сильнее, горячее, потому что в Таинствах действует благодать Святого Духа. Ну, само слово Таинство означает, что таинственным образом. То есть мы не можем чисто вот взять какой-то там прибор, да, отследить, как именно благодать Божия, она в Таинствах действует на человека. Это все в руках Божьих. И Господь, Он не подвластен человеческому оку, взору человеческому, человеческому рассудку, но непостижимым для нас образом, именно таинственным, поэтому и таинственным называется, благодать Божия, она душу человеческую преображает. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ